Здравствуйте! Меня зовут Стивен Пейдж. Вот как-то так. Подписывайтесь на канал, лайки ставьте. Всем всего хорошего, всем пока! Hello, hello! Всем привет! Всем привет, мои дорогие зрители! Меня зовут Слава, кто меня не знает. Я снимаю видос о русской миграции, о русскоязычной миграции в Соединенных Штатах. Сегодня я вам поснимаю немножко про свою работу. По дальнобою еду я сейчас в Миннеаполис, штат Миннесота, где холодно. Дело в том, что зимой я обычно очень мало работаю, а тут просто платят какие-то, ну, очень даже приличные деньги. До Нового Года, прямо перед Новым Годом, платили на Миннесоту семь с половиной тысяч, но я не поехал. Я взял на Айву, то есть Айова, как говорят русские, как говорят в россияне, на Айову на 500 долларов дешевле, за семь тысяч. Потому что в Миннесоте там как раз был снег, я еще тачканул туда ехать, поехал за семь. Вернулся, потом еще один груз взял, после Нового Года стали грузы дешеветь. Упали грузы, ну, уже платили 5500, что это тоже хорошие деньги. Я смотался Миннесоту за 5500, и вот сейчас я везу третий груз, уже платит 5000. А, вру, в тот раз я смотался не за 5500, они 5500 платили, но мне дали легкие машины, 8 штук. Я попросил еще одну, они мне накинули девятую, я поехал за 6100. Сейчас грузы еще чуть-чуть упали, платят за груз они 5500, тоже мне дали 8 машин, я их загрузил. А, ну, я их начал грузить, ну, я вижу, что машины хотя здоровые, то есть груз у меня полностью под завязку. 8 машин полностью легально, 80 тысяч паундов, может даже немножко какой-то даже возможен перевес чуть-чуть. И я вижу, что я еще одну поставлю, позвонил, говорю, давайте мне еще одну машину. Хрен с ним с этим, с перевесом. Накинули мне одну еще машину, и я теперь еду за 5625 долларов. Что очень-очень даже хорошо. Обычные грузы на Миннеаполис, вот, когда еще там, ну, год назад вот я мотался, платили обычно 4,5 штуки. На улице сейчас в Витрюган, капец. Я посмотрел, значит, завтра там, завтра сегодня воскресенье, завтра понедельник, там будет как 40% снега. Но погода плюс 2, то есть, в принципе, там холодно не будет, и я думаю, что бы не поехать, поэтому я туда взял груз. Еду я, дорога везде сухая, проезжаю в Чераповой свержине, там перевальчик такой, и, видать, за день до этого там был легкий снежок. И они там посыпали соль. Соль снег растопило, и дорога была мокрая, то есть соленая вода. И я по ней прокатился буквально там несколько минут, и мне весь трак солью закидало. Вот, смотрите, весь трак ушатал в соли. О, всё накидало, накидало по всему. Ё-моё. Весь трейлер, всё, всё. И всего-то проехал, но не так долго. Ну, может, не знаю, может быть, полчаса я ехал по этому перевалу. Всё. Эта соль, она жрёт металл. Вот, видали? То есть надо, и все машины тоже. Все машины тоже. Оп. 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 О. Вот так. Вот так вот, видно? Все машины тоже. В соли. Блин, мне прям так жалко. Я вот только его дома помыл. Поэтому, получается, у меня вот это место было свободное. И дали мне ещё одну машину, и я сюда вот поставил девятую машину. И что получается? Чтобы сейчас у меня здесь, я общий вес у меня примерно, я так предполагаю, где-то 8484 тысячи паунтов. То есть две тонны у меня перевес. Здесь вряд ли у меня перевес, хотя тоже может быть передом эту машину поставь. Чтобы весы туда немного, вес убрать. Потому что очень сильно перегружается трейлер. Когда на трейлере здесь все вот эти тяжёлые машины, то сильно очень идёт на оси перевес. По осям вот тут на трейлере. Поэтому эту машину я ставлю передом. То есть мотор тяжелее, часть веса идёт сюда, на эту сторону. Но всё равно, я думаю, где-то здесь у меня, не знаю, наверное, 2500 паундов у меня перевес на трейлер. Далее, как ехать? Я всегда, вот из дома, когда я наеду на Миннесоту, у меня по пути всего две весовые. Одна в Индиане и другая в Вискансене. В Индиане на выходные весовая закрыта. А я загрузился в четверг. Приехал я домой, в пятницу я побыл дома. И в 5 часов вечера я в субботу выехал. Вот я в субботу еду весь вечер. В воскресенье весь день. И в понедельник я разгружаюсь. Проезжаю я. И обычно, например, чтобы лишний раз удостовериться, взвеситься. Я, бывает, заезжаю на вот эту весовую в Индиане. Она здоровая весовая. И там никого нет. То есть сама весовая открытая. Там у них весы. Всё, они рабочие. Но на территории вообще никого нет. Я спокойно заезжаю, встал на весы. Там у них лампочки. Это показывает, сколько ты весишь. Я хотел вам показать, сколько я взвешенный. Хотел вам это на видео заснять. И главное, я правую линию взял. Ухожу на полосу торможения. И смотрю, там стоит трак на весах. Хотя весы закрыты. И сзади него пикап-трачок с ментом. То есть менты иногда что делают? Весовая закрыта. А они что, засранцы? Вот эти диатишники, которые по транспорту. Так, что делают эти диатишники? Они за пару миль. Они останавливаются перед весовой. На обочине или на выходе. И начинают вот так вот пасти. Увидели какой-то понравившийся им трак. Так. Выскакивают. Сзади пристраиваются. Мигалки включают. И давай показывать, чтоб ты заезжал на весовую. И они там начинают тебя уже полностью шмонать. Взвешивают. Документы, техосмотр, колеса. Все проверяют. 100% что-то найдет и влупит штраф тебе. Иначе что они тебя просто так тормозить будут, чтоб тебе ничего не выписать. И поэтому, когда я ехал, я уже эту полосу торможения взял. Смотри, он там стоит. О! Тут же хоп! Назад на трассу и мимо. И как раз я мимо него проезжаю. Смотрю, он стоит на весах. Мент сзади него. Тут ему мент махает. И он так прямо поехал. И направо на парковку. Значит все. Сейчас мент его будет на парковке уже там тормошить по полной программе. В общем, когда вы едете с большим перевесом, даже при наличии того, что весовые закрытые, это еще не говорит о том, что вы не попадетесь. Вот так вот выборочный мент вас может выбрать, загнать на весовую и обуть вас по полной программе. Хоть и выходной день. Сегодня вот воскресенье. Осталось мне до Миннесоты там часов 5-6 до Миннеаполиса. И завтра с утра я буду разгружаться. Писали мне в комментариях, что типа Славик, давай приезжай к нам в Миннесоту. У нас там баня, рыбалка, отдохнем. Шашлык, башлык. А телефон не оставили. А так бы я мог, например, загрузиться. Так что в следующий раз телефон оставляйте на почту. А почту я всегда оставляю в ссылке в описании к ролику. Скидывайте свой телефон. А что, я бы так, например, я же загрузился, получается, в четверг, поехал домой. В пятницу я был дома. В субботу вот выехал. Тогда я бы мог, например, даже напрямую поехать. Груженый у вас там запарковаться до понедельника на сутки. И все. И в понедельник я бы скинул машину и все. Как-то вот так можно было сделать. Все вы знаете, что американцы любят свой американский флаг. Везде они его вешают. Вот посмотрите на заправке. Какой просто огромный флаг. Еще с подсветкой. И вот, вы знаете, вот так. Даже такая картинка неплохая, да, получается. Угруженный новыми Вольвами. Заправился я и сейчас еду дальше. Ко-ко! Мои дорогие друзья, приехал я на разгрузку. Это значит у нас, ну обычно называют Миннеаполис. Но вообще это город Сейнт Пол. Это как бы они два города рядом. Миннеаполис и Сейнт Пол. И здесь такой дилерок есть Вольвовский. Разгружаться у них тут нормально. Отдельно у них, конечно, парковки нет. Но вот тут я так на дороге. У них здесь такая как сервис роуд. Здесь машин нету. Вот. Здесь можно спокойно разгрузиться. Вот этот дилер. Значит, чем повезло. То, что я переночевал. 100 миль отсюда я переночевал. И там ночью был дождь. И сейчас немножечко вот так вот. Такой мелкий-мелкий идет. Что в принципе не страшно. Вообще я подождем разгружаться не люблю. Потому что мокнешь это все неприятно. И машины скользят по мокрым рэмпам. Но скользят не так, конечно, когда снег. Но все равно. По дождем очень даже неприятно разгружаться. Но сейчас вот дождя такого сильного нет. Мелкий-мелкий вообще не страшный. Можно спокойно разгрузиться. Вот тут сейчас я пораскидаю машины. Хотел вам поснимать. Но я не знаю. Камеру жалко. Все равно на нее немножко вода попадает. Так, чем мне повезло. То, что дорога мокрая. И я еду. И все-таки немножко все равно дождик капал. И вот от колес эта вода поднимается. И она мне трейлер, по крайней мере, от соли отмыла. Грязь тут какая-то. Ну, песок там или что-то это есть. А вот белого уже соль. Все-таки соль она растворяется в воде. И уже с трейлера послетало. Что не может меня не радовать. Вот. Сейчас я это все быстренько поцепляю. И разгружу. Вот так как там управление у меня здесь. Мне сейчас нужно весь второй этаж задрать. Поднимаем потихонечку. Вот так вот. Хоп. Хоп. Вот смотрите тут какое расстояние. Поняли? Поэтому я сейчас заднюю. Вот эту машину. Вот так вот. Отодвину. Чтоб место было побольше. Теперь вот эту среднюю. Вот так глянул. Видите? Чтоб место было побольше. Чтоб нигде ничего не цепано. Готовы вернуть. И теперь задираем. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. и вот эту тут у меня графитовая смазка смазывается рельсы вот эти но получать я раз по соли хорошо проехал она ее как-то вот смывает соль и выступает ржавчина и она плохо скользит так вот как может так сказать задирается надо домой пустым приехать когда я груженый я не могу графиткой смазать и тереть меня чтобы обязательно дома был пустой вот я когда дома буду пустой и обязательно все это снова ведь она щелкает потому что плохо скользит и она так получать его в закусывает и рывками эти так 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 поднимает вот чтобы это естественно идет нагрузка на железо вот я думаю достаточно вот так сейчас я отойду вам покажу я все конечно показывать не буду кому интересно у меня на канале могут посмотреть я там грузился разгружался вот примерно вот так задрал сейчас я первый этаж сгоню потом буду второй этаж опускать его сгонять вот так я опережаю с этого строка на трейлер тут же у меня пусто для этого вытаскивать вот такая хрень раз вставляется чтобы не выскочила сейчас я дорогу подровняю немножко все и теперь можно ехать зад немножко букса но на подъеме я чуть не очка но прямо аккуратно надо переезжать тут бугры если резко сильно газовать в это принципе паркетник но все равно можно низом бампера а брэмпу как вы мы спрягнуть ну что машина балансирует а быть очень аккуратно машину новые так там я машину уже поставил они их не отгоняю давайте она ребята сюда и буду ставить тогда потому что я смотрю они убирают эти машины все я съехал теперь эту дорогу убираю на место все ставлю чтобы не потерять чтобы опустить верхний этаж мне теперь все эти вот пины так называемые вот эти все защелки надо их мне все поставить так как оно должно быть для этого что сначала я делаю убираю вот это все на место опускаю как могу ребята я вам поснимаю так вот эту теперь опускаем до конца на мне уже не понадобится теперь верхний этаж но для этого мне нужно убирать пины иначе ну за защелки на которых держится груз чтобы ниже не опускался для этого мне нужно еще все скинуть и поставить некоторые в правильное отверстие то есть вот это высоко с камеры не очень удобно ходить прошли тут лазит на поэтому давайте я буду вот так делать раз помогать вот я знаю что она мне здесь последним версия сюда встает hop далее эту я просто бросаю здесь у меня должна быть на третье отверстие вот он на третье отверстие стоит надо убедиться вот эти штучки потому что я подвинул они во внутрь зашли чтобы они ровненько все стояли ведь как дорога выглядит и также сейчас я по кругу прохожусь все вот эти да это я не достаю поэтому монтажка помощь раз вот так эту эту мне идет на пятую 345 вот я помню это у меня идет на 8 это я просто скину потом я на 8 это просто это просто скидываю это у меня идет на одну ниже чем отверстие это на две выше ну так по кругу 1 раз быстренько убралась это суда и это вот сюда и теперь мы ее опускаем вот так все она стала на свое место вот это пространство вот эти рэмпы я закидываю сюда чтобы она по ним проехала перми надо опустить этот этаж поэтому я сначала всегда опускаю эту сторону и что я делаю чтобы мне легче было цеплять а вот это видите забыл и вот эту забыл скинуть на этой стороне а я же эту сторону не прошло видите когда снимаешь отвлекаешься можно чем-нибудь на косятич так просто чтобы мне легче было оцеплять ремни вот меня спрашивай как как же они у машины эти не падают раньше все грузы цеплялись цепями там есть специальные отверстия такие там двойное железо в рамах машинах вот и они специальные делали чтобы машины цепляли ремни цепями сейчас эти уже никто не делает на новых машинах их уже нет и машины сейчас цепляют ремнями за колеса то есть кроме ничего не прикасается сейчас я вам покажу и поэтому ремни ремень идет вокруг колеса и машина хоть вертикально поднимай она никуда не денется все эту сняли теперь я буду вернее опустили вперед об то есть и щелкнула вот это у меня почему-то или я ведь не до конца тут дожимаю она мне назад вы щелки вот эти тут какая штучка но мне снова соскочила вот за этим на 1 поэт внимательно смотри поэтому я когда пускаю всегда смотрю бывает она заскочит а если ты будешь в сторону смотреть иди как она шум делает это потому что смазки нет графита вымылась потому что если она вдруг защелкнется и ты будешь продолжать опускать ее просто перекосит и ты все погнешь по это надо когда я пускаю всегда внимательно смотрю вперед а то получается сейчас нагрузка идет на заднюю это на задние вот эти тюбины и перед она эти зад хорошо пускает а перед перед ему веса не хватает потому что больше назад я здесь видите без маски как она скачет и сейчас у меня есть такая разорливый баллончик с этой смазкой но я сейчас пробрызнуть им тоже не могу потому что потому что она мокрая но все равно не приставит ведь я вперед чуть-чуть машину сдвинул сейчас еще и и до конца сдвину дальше вот до самого конца об теперь у меня вес переместился больше наперед и она теперь нормально опускается без вот этого скакания сейчас ее отцеплю сначала ремни цеплю так как у меня здесь сзади стояли две два внедорожника и один над одним они довольно таки высоко здесь специально придуманы такие карманы я их откидываю ведь у меня колесо провалено и вот вот она как и вокруг него ремень а вот эти штуки вот они они сюда сверху защёлкать вот это защелкой если тебе надо ты их отщелкиваешь получается яма колесо провалил и за счет этого машина ниже становится и машина становится ниже и тогда по высоте она все пройдет и вот так она выглядит видите здесь трещотка монтажку она сейчас затянкой монтажку сюда вставляю все она щелкнул свете ремень освободился я бы просто скидываю и все и мне назад эту собачку надо потом все зачем потом дальше это называется quick release и дальше когда я защелкиваю затягивает усею тяну и назад ведь она прокручивает вот и вот таким образом делаю сейчас новая система а старая система была она была монтажка вытаскивать в другую отверстие засовывать и снова прокручивать сейчас нет 1 1 1 1 вот так и машину затягиваешь и здесь то же самое вот она засунул раз его шоку тут у меня за счет у меня это провалено она мне немножко ремень зажимает все ремень снял вот такие машины отцепляю и вот так все колеса опять раз сюда хоп видите тут за счет того что у меня провалено я ремень пропускаю под низ и у меня вот в этом месте его зажимает поэтому немножко тут хорошо зажала рукой хоп но это вот единственное только место по другому здесь никак ее не прицепишь поэтому что надо усилия приложить все защелку оставлю назад вот так все и машину теперь можно до конца опускать и уже ее сгонять я еще сгоню колес у меня с этого с этого кармана выйдут как по-английски называется в пакетсе и я назад эту защелку вот видите она опустила все теперь можно и выезжать фейте как она вот она а эти как средне высоко заранных вы час ее вниз опущу сейчас я вниз опущу ее сгоню и вот так вот по порядку так как у меня сейчас карманы освободились ну смысле машину я согнал видите как это выглядит вот такой карманчик поэтому вот эти железяки на запуск и все допустим если уже желание есть чтобы они не искали туда-сюда защелку на место раз и поставил раз вот так теперь все они никуда не идут все сейчас я ремни суда прикручу поставлю и все и буду эту площадку опускать ремни все на место чтобы они не вылетели у меня по дороге самая хреновая то ехать задом надо очень аккуратно тем более когда недорожник шаг влево шаг вправо и можно колеса порезать представляете я сейчас разгружаю и меня мужик снимает пожилой такой я ему улыбнулся он говорит а это моя машина мы горит ее ждем с февраля я горно ты счастлив он гордо если ты ничего не ударил то я счастлив хотел у него интервью взять он убежал он вот эта машина ждет всего роля представляете она это гибридная вот все осталось мне последний все собираю все на место вот как-то так последние приготовление вот площадка видите как сейчас я ее назад задвину вот так вот хоп и поехали все переднюю да на самый верх все главное вот это не забыть ну принципе все сейчас я ремни соберу вот эти все ремешки все это я уберу и вперед поехал я дальше водитель привез мою вольву я так понимаю с восточного прибережья с балтимора я ждал эту машину с марта я в восторге что наконец она приехала спасибо тебе за то что привез продолжается моя дальше работа значит в миннесоте я машины разгрузил и мне надо было в миннесоте с миннесота обычно грузов нет и мы 400 миль как минимум едем куда-то до района чикаго а то бывает даже до детройта это 620 миль или куда инстали до 400 600 миль едешь пустой то есть всегда получается что туда платья то не очень хорошо потому что обратно ничего нет и она на круг выходит хорошо она хорошо получается так вот надо было доехать до детройта и взяли еще параллельно еще один груз чтобы поменьше ехать у себя 400 миль спустился до ну там и лут такой город есть недалеко от чикаго там я загрузился новыми маздами и развез их по айо за 1200 видите сегодня я буду раскрывать сколько я заработал то есть миннесоту я приехал у вот так буду тут прохладно миннесоту я приехал за 5 625 потом 1200 я поехал в агая тоже так как-то не очень дали какой-то удачный груз там одна остановка вообще пришлось в сторону съезжать 45 миль вниз и потом мне пришлось 45 миль вверх подниматься но 90 миль кружок из-за одной машины то есть я его получается вечером я его загрузил на следующий день я живу скинул и потом поднялся в детройт и загрузил вот этими ребята фордами новыми что-то я не думал что форды такие здоровые вот я в тот раз грузился римами 1500 и они намного ниже чем эти их вообще без проблем поставила легко у меня все хорошо получилось а тут я вчера попарился у меня по высоте блин в одном месте вот здесь да тут нормально у меня а где вот этот белый черным стоит вот тут у меня высота 13 8 с половиной где-то должны р 13 и 9 по закону положено 13 и 6 в общем тут немножко высоковато вот тут еще немножко пониже сделать то принципе меня расстояние позволяет еще могу на одно отверстие ну вот дырки да мы их называем вот еще вот настолько скинуть у меня будет там допустим 13 8 точно либо 13 7 но я ехал по детройт ну детройт мичиган там дороги блин кочки такие дорога раздолбан и она скачет и как бы крыши не ударить поэтому лучше пусть у меня будет немножко повыше чем я ему крышу долбану а то что он скакать будет и вот у меня получается вот такой груз 5 вот этих дорогах f-150 f-150 и 5 штук некоторые ставят на морду еще шестую я наставить на морду не могу некоторые там обрезают крышу обрезание делать крыша низкая у меня крыша не обрезанная без обрезания поэтому я не могу этого сделать у меня вмещается только пять штук вот сейчас я тормознул на рестере и того что у меня получается миннесоту я приехал за 5 625 потом 1200 и вот этот 3 200 его получается 10 тысяч долларов грязными значит 10 тысяч баксов за выходит суббота воскресенье понедельник вторник среда 4 за за 6 не выходит что ли но четверг в четверг как бы я с утра эти машины уже скину и до дома мне там где-то часа три с половиной пустым ехать с утра ну полностью полный суток получается ртом полных суток 5 наверное чуть больше вот считайте чуть больше чем пять дней пять дней одно утро 10 тысяч долларов с них значит надо выше солярку компания берет процент где-то у меня нарастается тысяч 6 я так думаю а эту заехал на рестерею вот эту точно такое место прикольно здесь он сделаны прям столики такие это я нахожусь статью айо на 23 трассе вот пожалуйста заходи садитесь по даже мангал есть ребята и вот там трасса парковка здесь кстати не очень большая здесь для траков мало места буквально тут чтоб 10 их может быть 12 только можно парковаться работе что-то делают ё-моё вот и вот вот вам туалет маленький такой прикольный я зашел такая здание небольшое обычно здание большие здесь вот вам хотите пожалуйста мангальчик может что-нибудь пожарить мяско если он у вас есть и там дальше тоже вот полянка его он сколько столов той жарьте отдыхаете все сделано для людей все это бесплатно это все входит наши налоги на наши налоги это все строится делается чтобы люди могли спокойно при трассе остановиться сходить в туалет помыть руки и покушать посидеть для собак пакеты и написано пожалуйста уберите за своей собакой пакет взял попов говняшки туда и вот сюда и потом рабочий уберет погнал и короче все не буду весь день спокойно ехать а завтра эти машины раскидаю вот у меня три остановки и главное что в таком захолусть это просто капец какие-то там хайвей и какие-то там бой я не знаю какие-то вообще дико по каким-то деревням ехать надо будет и дилера маленькие и не даже толком парковки нет один горит прямо на дороге разгружайся 2 игры тоже на дороге разгружайся ее моё но построить все нормальные парковки что мы могли спокойно остановиться и спокойно разгрузиться по настроить своих дилер там дилер блин на полторы машины то общем посмотрим еще там них не развернешься где там на валмарт надо будет ехать у них на парковке крутанутся ой кошмар не люблю вот такие места эти колхозные я заказал этот рак 18 марта а сейчас 19 января и я горжусь что наконец-то он пришел этот парень разгрузил грузовик это царапит нет хорошо выглядит и проделал прекрасную работу и я горжусь этим сейчас вы счастливы да я счастлив а у меня вопрос вот вы пожилой человек а зачем вам такой большой трак нужен почему бы вам не купить какой-нибудь маленький четырехдверный седан у меня фермы я буду использовать на ферме его и мне нужен пауэрбост и только форды делают пауэрбост это именно то что я хочу хороший торг больше лошадиных сил чем другие автомобили на сегодняшний день на рынке ты сделал прекрасную работу я горжусь этим эй это импайр форд эббингдон вирджиния только что привезли трак для мужчины взяли в него интервью наконец-то к нам приходит больше машин последние пару месяцев было немного стрессово снова начинаем рок-н-ролл приходите к нам в магазин импайр форд эббингдон вирджиния вот только что я разгрузился последний ford скинул только вот выезжая на трассу и авария ну-ка посмотрим что там там прикиньте трак ушел в кувет ну давай давай не тормози любознательный блин дым откуда валят ну вот дорогие мои друзья я разгрузился этими фордами и поехал домой до дома мне было где-то три с половиной часа ходу заехал я домой переночевал и сегодня с утра я рванул за кирилловским грузом он давно уже ждет когда его машину заберу но тут еще докупил как раз в общем у меня опять полный груз еду я в вашингтон фредерисбург забираю на аукционных машин и везу ему в нахсов теннесси научу сегодня витрюган сумасшедший хотя на улице тепло но ветер холодный пронизующий и я заехал на заправку вот я заправляюсь а это заправка на которой всегда заправляюсь называется она щит я тут как-то снимал давно сама все заправка прикольно она красивая вот у них вот такие свои траки они разрисованные которые топлива возят вот мужик заправляет прикольно вот и у меня на этой заправке 8 центов скидка за галлон у меня кредитная карта именно но вот который работает именно с этой заправка щит я на кредитку всегда они заправляли методы дам дают 5 центов скидка еще карточка самой этой заправки еще 30 и того 8 центов и считайте вот я заправил полный бак и сколько там долларов 12 р может даже больше у меня идет к бы скидка тоже бабки извини меня не откуда взять ой витрюган очень сильный сама по себе заправку вообще говорю прикольно внутри она большая такая красивая это вообще щит это такая большая довольно таки корпорация много у них очень заправок и тракстапы у них есть и легковушки они заправляют но тоже в городах у нас городе два щит я можно заправиться бензином на ликовую машину я топлива залью вон а ну как пятьсот 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 пятьдесят пять долларов сейчас же будет 600 у меня чуть чуть меньше 3 бака все одна сторона щелкнулась будет больше чем на 600 долларов вот 150 галлонов очень когда я почти пустой заправляю 180 галлонов и 152 я где-то чаще долю до самого верха будет 160 вот видите я трак свой отогнал для чего это делается они так как бы просят чтобы пока я иду расплачивать чтобы следующий водитель мог сзади меня подъехать и заправиться чтобы поменьше очередь была ну что вы сейчас смотрите видите почти все колонки полные давайте посмотрим на сколько я залил так 642 доллар 40 20 162 почти 163 галлона ну да и получается у меня 17 галлонов баки еще было потому что я практически до пустого выезжал и у меня всех выходила 180 галлонов кстати на этой заправке вот есть какие-то бургеры можно подъехать вот так купить на машине вот здесь они проезжают кому лень с машины выходить я не против когда знаете как я критикую вот эту всякую американскую мусорную еду но когда вы путешествуете в этом ничего плохого нет люди заехали прямо с трассы куда-то едут потому что тракста прямо возле трассы стоит вон он даже видно отсюда как тут раки гонят и люди заехали взяли эту шляпу схватили и поехали дальше вот тут они и там заказали тут получили вообще смотрите какая заправка аккуратненько здесь очень красиво деревья вот кусики все прямо вот со вкусом со вкусом все посажено летом естественно здесь намного красивее сейчас просто зима зелени зелени нет пахнет вкусно какой-то то ли ванилью то ли чё синамоном и вот тут у них и столики есть вот такие если хотите остановился можно сесть и покушать о ребята смотрите здесь просто аврал сегодня с теслами люди значит пошли кто в туалет кто там еду купить просто вот так машины ставят на зарядку и заряжают тесла свои он он они заправляются раз два три четыре машины аж сразу же прикольно вроде насколько я знаю там минут 20 что он с нью-йорка мэриланд это откуда тоже мэриланд эти раз машина посоединились и заправляются скажите пожалуйста как долго нужно заряжать машину чем ниже зарядка у тебя тем лучше если у вас зарядки меньше чем 20 процентов примерно займет 30 минут чтобы зарядить машину чтобы проехать снова 250 миль если у вас немного больше зарядки вот как я приехала сюда двадцатью семью процентами тогда примерно занимает 35 минут чтобы зарядиться сейчас я еду с Вашингтона до Нэшелла и я останавливаюсь четыре раза и в среднем на каждой остановке я заряжаюсь 35 минут а сколько стоит чтобы полностью зарядить машину сколько вы миль вы можете проехать на 18 долларов примерно 150 миль что это все ну это зависит от того как быстро ты будешь ехать если ты полностью хочешь зарядиться то это занимает намного дольше обычно что ли делаю заряжать до 80 процентов эти последние 20 процентов занимает столько же времени сколько первые 80 процентов я приезжаю с 20 процентов зарядкой и я заряжаю на 280 миль и потом я снова останавливаюсь заряжает на 280 миль но реалистично это выходит где-то 170 миль это если ты едешь со скорость 75 80 разгоняешься это зависит от того как быстро ты едешь то то есть вы едете по трассе со скоростью 80 миль в час вы же получите штраф ну тут уже 70 ограничений но все равно ну ладно ладно 79 я еду так что получается что все равно это намного дешевле чем пользовать бензин о да у меня вот только была подъездка через всю страну и я потратила примерно 600 чем-то долларов на зарядки это эквивалент 2000 долларов я бы потратила на бензин да это намного дешевле вам вообще тесла нравится да конечно нравится но у меня дома есть еще машина на бензине я и пользуюсь когда она мне нужна но тесла делает именно то что мне нужно тесла она едет на длинных дистанциях я не устаю я ездила и в горах на ней и по снегу и во время снежного шторма и конечно же лошадиные силы да здесь есть одна система торможения и газа то есть тебе не нужно туда-сюда ногу двигать ты можешь включить ее конечно если хочешь но как например ты только ехал и тут же убрал ногу с газа машина мгновенно начинает останавливаться прекрасно контролируешь